Глубоко уважаемый председатель, уважаемые коллеги, разрешите поблагодарить вас за предоставленную возможность участвовать в столь высоком конгрессе, тем более, что я не являюсь офтальмо-онкологом, я анестезиолог и аниматолог, и хотелось бы с вами делиться особенностями анестезиологического обеспечения в детской офтальмо-онкологии. Ане есть, так как глазное яблоко находится в рефлексогенной зоне, и любые вмешательства, будь это селективная интерактериальная химиотерапия, инуклеация, даже корректировка косоглазия, может запустить механизм жизнеугрожающих рефлексов и спровоцировать, конечно, эти осложнения. Об этом уже знали в середине прошлого века, об этом писали хирурги не так уж мало, и даже известные препараты, которые предотвращали возможность возникновения этих реакций, например, холинолитиками атропина, которые, конечно, полностью, полностью не может купировать возникновения, например, окулореспираторного рефлекса. И еще в 1964 году хирургами написано, что введение атропина снижает возникновение этой реакции не до 100% случаев, а всего лишь до 37,5%. А если не купируется эта реакция, то в итоге мы получаем, у пациента развивается гиперкопния и гипоксимия. В 1988 году уже появилась такая мощная книга, которая анестезиологами и хирургами представлены особенности и осложнения при коррекции косоглазия. А в наши дни это звучит следующим образом. Кардиореспираторная, брохоспазмоподобная реакция, эти рефлексы, которые характеризуются понижением комплайнса легких и увеличением давления в дыхательных путях аж до 40%. Это грозные, жизнеугрожающие осложнения при хирургии глаза. Они называются тригеминокардиальный рефлекс, окулопульмонарный рефлекс, тригеминобагальный рефлекс, вагусиндуцированная брадикардия при инуклеациях в частности. Суть и механизм возникновения этих реакций практически одинаковы. Как проявляется этот окулокардиальный рефлекс? Мы получаем брадикардию, нарушение ритма, после желудочковые экстрасистолы. И если мы не начинаем интенсивную терапию данной ситуации, то мы можем получить фибрилляцию желудочков и асистолию. Исследователи, ученые представляют также, что окулокардиальный рефлекс может возникнуть даже при манипуляциях в инуклеированной глазнице, при тракции глазных мышц. Механизм развития тригеминокардиального рефлекса – это сенсорные нервные окончания, возбуждается, благодаря тройничному нерву, передается через гасеров ганглион к сенсорному ядру тройничного нерва, образуя афферентный путь рефлекторной дуги. И было продемонстрировано, что рефлекс может возникнуть при механической стимуляции каждой ветви тройничного нерва на любом уровне, будь это первый, второй, второй, конечно, вторая ветвь тройничного нерва. И реакция утихает тогда, когда прекращается стимул. Однако у некоторых пациентов может развиваться тяжелая брадикардия, асисталия, артериальная гипотензия, которая требует интенсивной терапии, о чем мы сегодня будем говорить. Безусловно, для столь высокой аудитории я не буду говорить о том, насколько эффективна интраартериальная и селективная химиотерапия. Однако могу отметить, что она уже появилась в 1955 году с целью лечения ретинобластомы, когда химиопрепарат вводили в каротидную артерию. А вот японские авторы в 1980 году исследовали и проводили химиотерапию уже через бедренную артерию в глазную. И в литературе уже появилось исследователем, врачом, ангиохирургом Сузуки и соавторами. За 20 лет их ретроспективный анализ 1470 случаев селективной интроартериальной химиотерапии. Однако хирургический подход был написан, как лечить этих пациентов тоже было написано, описано. Но анестезиологическое обеспечение, об этом было информации особо не было. И когда мы начинали наши исследования, наши процедуры, по сути мы стали перед дилеммой, когда возникали достаточно суровые тригеменно-кардиальный, тригеменно-респираторный рефлекс. И по сути к нашему протоколу мы приходили эмпирически. В качестве триггера мы рассматриваем ряд следующих факторов. Это механическое воздействие микрокатетера на эндотели глазной артерии, химическое воздействие контрастного йод-содержащего вещества на эндотели глазной артерии, особенно при повторном введении, об этом мы будем говорить дальше. И, конечно, барорефлекс, связанный с введением контрастного вещества, опять-таки запускается в основном при повторных процедурах. Что происходит? Индукция анестезии стандартная, пункция и катетеризация артерии феморалис тоже стандартная. После катетеризации артерии коротиса интерна, когда вводится микрокатетер в артерию офтальмика, мы получаем манифестацию тригемино-кардиального рефлекса. Брахоспазм, гиперкапниез, гипоксия, брадикардия, асисталия, остановка кровообращения и дыхания в отсутствии интенсивного лечения. Еще раз повторяю, что рефлекс проявляется не только при повторных, но гораздо чаще при повторных процедурах селективной внутриартериальной химиотерапии. После купирования рефлекса продолжается введение химиопрепарата в глазную артерию, после удаляется микрокатетер, проводится каротидная ангиография и при показателях стандартных стабильных гемодинамики, сатурации, легочных, респираторных показателей проводится экстубация пациента. Какие осложнения мы можем иметь интероперационного периода при манифестации при геминопульмонарного рефлекса? Они бывают разной степени интенсивности. Слабые, когда возникновение выраженного бронхоспазма после катетеризации автальмика вводится адреналин в дозе 0,5 мкг на килограмм однократно, и разрешение бронхоспазма в течение 2-3 минут сатурация венозной крови особо не снижается. Я хочу вам сказать, что мы не просто дошли до адреналина, были попытки применения допамина, норадреналина, и в итоге, потому что я, как уже говорила выше, не было протоколов, когда мы начинали, а мы начинали в 2011-2012-2013 годах, это было начало проведения наших процедур, и тогда, по сути, не были описаны эти анестезиологические осложнения, и мы доходили до этого протокола также эмпирически. Адреналин является препаратом лечения бронхоспазма, поэтому мы стали применять адреналин и очень успешно. Умеренная реакция возникает при выраженном бронхоспазме после катетеризации артериактальмика, необходимость двукратного введения адреналина или кратковременной постоянной инфузии, недлительное может быть снижение сатурации крови ниже 90%. И выраженная реакция возникает бронхоспазмом, естественно, гиперкакния и гипоксии сопровождается снижением сатурации крови. Больной помимо введения, струйного введения адреналина, также получает постоянная инфузия адреналина. В этот момент, конечно, прекращаются любые действия хирургами, так как они чреваты дальнейшими возникновениями дальнейших проблем у пациента. Пока не наступает стабилизация состояния пациента, процедура не проводится, не продолжается. В очень редких ситуациях, когда невозможно купировать данное осложнение, мы требуем у хирургов прекращение процедуры и удаление катетера из артериоавтальника. Такие случаи тоже имеют место. Какие факторы риска развития тригеминокардиального рефлекса? В прошлого века исследованиях я даже нашла статьи, где у пациентов, которые не находятся в наркозе, им тоже проводили какие-то манипуляции, по поводу коррегирования косоглазия. Так у этих пациентов тоже может возникнуть это жизнеугрожающее осложнение. Поэтому здесь как фактор риска в нашей англоязычной литературе представлено как недостаточная глубина анестезии. Можно с этим, конечно, поспорить. Как правило, гипрокопния и гипоксимии у наших пациентов исходно и не бывает. Я представляю литературные данные. Однако возраст, рефлекс боли выражен у детей до года, конечно, это является фактором риска. И характер провоцирующего раздражителя, чем она сильная и продолжительный стимул, тем, конечно, может быть выраженная реакция. Нами представлен наш клинический материал, ретроспективное когортное исследование, которое мы представили в вестнике интенсивной терапии, жизнеугрожающего осложнения при селективной интертериальной химиотерапии. Материал исследования 517 анестезий при этих процедурах. Да, я должна заметить, что мы очень часто выступаем на конгрессах, на зарубежных конгрессах. И в частности, в прошлом году в группе офтальмоонкологов Сиене в Италии мы представили наш материал у детей до одного года, чем, я должна заметить, мы очень гордимся, потому что 229 процедур мы проводили у детей до одного года, до 6 месяцев 57 процедур. По годам вы видите в таблице. Осложнение, процент осложнений такие же, дальше я представлю. Но, однако, я должна заметить, что этот возраст очень ранимый, и мы получили, когда получаем осложнение респираторного, гемодинамического характера, конечно, более активная должна быть интенсивная терапия со стороны анестезиологов. Но, однако, мы активно лечим детей грудного возраста также. В данной ситуации нам помогает очень регионарная анестезия. Регионарная анестезия – это единственный вид обезболивания, который прекращает хирургический стресс. Как я часто говорю, бомбардировка коры головного мозга из области хирургического стресса. И только в таких ситуациях, когда первичных пациентов в вторичной процедуре мы имеем выраженную форму тригеминокардиального рефлекса, мы этим пациентам проводим регионарное обезболивание, что и представлено на слайде, как рекомендуют наши зарубежные авторы также. Но зарубежные авторы также предлагают проводить регионарную анестезию в офтальмохирургии под ультразвуковой навигацией. Это ретробульбарная, перебульбарная, субтеноновая блокада. Я не буду долго останавливаться, что такое ретробульбарная блокада, так как все офтальмологи прекрасно об этом знают. Это размещение местного анестетика внутри мышечного конуса. Глаза обеспечивают более скорее развитие действия. И меньше, конечно, объем требуется для проведения блокады. Однако эта процедура имеет также свои противопоказания и нарушение в виде сфертываемости, выраженная миопия, также имеет осложнение ретробульбарной кровоизлияния, может иметь место перфорация глазного яблока, атрофия зрительного нерва, вплоть до может провоцировать околокардиальный рефлекс. Однако мы таких случаев в нашей практике не наблюдали. Мы также проводим ретробульбарную блокаду под ультразвуковой навигацией. На слайде представлен ребенок во время оперативного вмешательства. Мы получаем картину глазного яблока. Вы видите, вводится препарат и за глазным яблоком введение местного анестетика. Вот она выглядит как ретробульбарная блокада. Мы получаем медря зрачка на стороне блокады. Это разные дети. Я должна представить наш клинический материал у пациентов после ретробульбарной блокады во время инуклеации. 40 пациентов было с ретробульбарной блокадой, 40% было с общей анестезией. Околокардиальный рефлекс зарегистрирован в 100% в ситуациях, и мы вводили атропин обязательно. А с ретробульбарной блокадой у двух пациентов умеренная была манифестация околокардиального рефлекса. Снижение частоты сердечных сокращений, вы видите, более выраженное при общей анестезии введение атропина. Аритмии получаем в 12,5% случаев только при общей анестезии. Суммарная доза наполовину ниже при использовании ретробульбарной блокады. После операционного пробуждения гораздо быстрее. Здесь причина в том, что мы не вводим наркотические анальгетики, больные быстрее просыпаются. И, конечно, визуал-аналоговая шкала по боли, конечно, выраженную боль, даже при использовании системных наркотических анальгетиков, мы получаем при использовании общей анестезии. А при ретробульбарной блокаде, конечно, уровень боли гораздо-гораздо ниже. После операционной тошноты и рвота в течение 6 часов после операции регистрируется только у детей в группе общей анестезии. Причина та же – использование наркотических анальгетиков. Все пациенты, сейчас у нас все оперативные вмешательства проводятся исключительно под ретробульбарной блокадой. И все пациенты, которым проводится энуклеация, через час-два мы переводим в профильное отделение в совершенно спокойном состоянии и начинаем энтеральное питание через 2 часа после перевода в профильное отделение. В итоге преимущества региональной анестезии – это гладкий послеоперационный период с профилактикой послеоперационной тошноты и рвоты, а также длительное время мы не проводим обезболивание этим пациентам. Порой, иногда и обезболивания хватает до утра, а утром уже обезболивание и не требуется дополнительно нашим пациентам. Этим мы повышаем безопасность. Некоторые аспекты при селективной энтероактериальной химиотерапии. Мы всегда готовы к критическому инциденту. Даже при первой процедуре всегда стоит у нас адреналин, линия и настроенный перфузор. Фильтр, дыхательный контур обязательно по возрасту, обязательно дефибриллятор наготовим. Только центральный венозный катетер. Можно портсистема. Никогда процедура не вводится с периферическим венозным катетером. Порой мы ставим двухпросветные катетеры тем пациентам, которые уже манифестировали во второй процедуре или первичной рефлексе, тригеминокардиальный рефлекс. И, конечно, знание этапов операции, постоянный контроль с хирургом. Что мы получили в данном исследовании? Первичных пациентов в 12% случаев мы получили манифестацию респираторного рефлекса. У пациентов второй-третий сеансов мы в 72% случаев получили тригеминокульмонарный рефлекс слабой степени тяжести, уверенной степени 15%, выраженной степени мы получили у 13% пациентов. Отмена процедуры при возникновении технических сложностей. У четырех пациентов с выраженным проявлением тригеминокульмонарного рефлекса возникла необходимость продленной поддержки гемодинамики вазопрессорами и продленной искусственной вентиляции легких. Остальные пациенты данной группы после завершения процедуры на фионе стабильной гемодинамики были экстубированы и в течение одного часа-двух переведены в профильное отделение. Другие аспекты при процедурах, конечно, продолжительность процедуры. Мы за этим следим, потому что чем длительная процедура, тем травматичнее процедура, тем манифестация и появление рефлекса выраженная. Осложнение раннего послеоперационного периода у нас имело место семь случаев, три инсульта, два из них стойки геми-парез, один без гемиологического дефицита, отсроченный инсульт был в течение, через 10 дней, и один неблагоприятный исход был кровоизлияние в головной мозг. Это были технические сложности хирургического характера. И только в 2017 году четкий протокол наших американских коллег появился, как нужно лечить, как проводить анестезию. Должна заметить, что у нас в институте существует лист контроля после селективной интеракториальной химиотерапии, когда пациентам мы отдаем профильное отделение, и по времени четко лечащий доктор дежурный должен, доктор должен заполнить этот лист. По данным литературы, таким образом, селективная интеракториальная химиотерапия является высокоэффективной моделью, но достаточно, достаточно жизнеугрожающей по возникновению анестезиологических осложнений в виде тригеминокардиального рефлекса. Поэтому команда должна быть готова к таким ситуациям также. Нашу технологию в этом году мы получили патент на способ анестезиологического обеспечения при селективной доставке химиопрепарата сетчатки глаза при лечении и на интеракулярной ретинобластомы у детей, чем мы очень гордимся. В 2016 году на СИОПе наше сообщение было признано лучшим. И заканчивая нашу презентацию, я бы хотела сказать, чтобы наши детки не закрывали свои глаза, прекрасными глазами смотрели на нас, на докторов. И заканчивая словами СИОП, Интернационального общества педиатрических онкологов, ни один ребенок не должен умереть от рака.